Друзья мои, всем привет! Сегодня у нас с вами очень интересная тема это способы продвижения видео и с вами Галина Кулеш, я менеджер YouTube я помогаю предпринимателям продвигать свои проекты и в онлайн, и в оффлайне продвигать свои проекты именно при помощи видео и видеоплатформы YouTube я использую для этого самые современные методы алгоритмы, технологии продвижения очень люблю эту платформу, очень люблю YouTube люблю свою работу, свою деятельность, скажем так и сегодня мы с вами будем говорить о способах продвижения видео если будут у вас какие-то вопросы, обязательно задавайте по продвижению, такой актуальный и насущный вопрос для многих авторов канала в принципе, друзья мои, существует два способа продвижения я особенно углубляться не буду потому что вот эти два способа два метода, да, продвижения и выхода вообще видео на высокие позиции их, они очень разнятся, да и каждая тема вот я говорю сейчас о двух способах это мгновенная раскрутка видео, да и долгосрочная, долговременная долгосрочная раскрутка вот, и они очень разные в технологиях вот, поэтому я поясню сегодня и о мгновенной раскрутке что это такое, да и что нужно делать для того, чтобы попадать занимать топовые позиции в долговременной перспективе и так вот, что такое мгновенная раскрутка вы, наверное, наблюдали что есть такие видео, да которые набирают огромное количество просмотров просто миллионные просмотры это видео попадают на главную страницу Ютуба это, если вы зайдете на свой канал и откроете вкладку, вот в меню с левой стороны вкладку тренды, да то вы как раз попадете на эту страницу и увидите самые трендовые, самые популярные видео они действительно набирают огромное количество просмотров и миллионы, и десятки миллионов, да буквально за несколько дней и вот для того, чтобы попасть именно вот на эту главную страницу существуют тоже технологии но для этого я вам хочу сказать такие общие, такие моменты, да на которые, ну, которые необходимо учитывать, да и вообще понимать, что такое трендовые видео и нужны ли они вам потому что вот я, например, работаю в основном с каналами экспертов и, конечно, это узкие ниши экспертности которые имеют определенную целевую аудиторию в тренды же попадают видео, которые имеют широкий круг интересов которые интересны видео, интересны буквально огромному количеству аудитории то есть всем вот трендовые видео интересны всем то есть его могут смотреть все и, конечно, когда мы говорим о каналах экспертов да, то здесь либо эксперта, который хочет таким образом продвинуть свой канал ему нужно будет подумать именно на какую тему записать вот какое-то одно видео, которое могло бы попасть именно вот на главную страницу ютуба в тренды набрать огромное количество просмотров огромное количество подписчиков, да, лайков вот, ну, опять же, смотрите, друзья мои если даже видео попадает в тренды, да, оно там, скажем так, ненадолго оно висит вот в этих позициях трендовых оно висит, ну, от трех часов до трех суток, да, и потом оно опускается и вот здесь смотрите, если ваше видео, вот попав в тренды, да, если вы пройдете по определенной технологии и выведете его в тренды, вот, и ваше видео не будет оптимизировано то, в принципе, вот набрав, даже набрав эту аудиторию, да, и подписчиков просмотров оно видео восстанет вот, поэтому для того, чтобы оно работало и дальше даже вот такое видео, да, ориентированное на трендовую пропозицию его все равно нужно оптимизировать вот, что может дать вывод в тренды, попадание в тренды это огромное количество подписчиков ну, от тысяч до десятков тысяч, да огромное количество лайков тоже, десятки тысяч лайков просмотры, там, от пятидесяти тысяч до миллионов просмотров, да и они делаются, буквально эти просмотры, вот, в течение, там, часов и вот до трех дней, да, набираются вот, в принципе, это актуально, да но, опять же, повторю, если видео не оптимизировано, да, то оно потом сойдя с этих позиций, а долго оно не продержится там не продерживается, да, вот на это влияет, кстати, вот на попадание в тренды влияет большое количество просмотров, да насколько вы организуете вот эту вот движуху и первый, первый, скажем так, толчок, да, вашего видео для того, чтобы оно попало, да то есть большое количество просмотров должно быть первые часы, вот, буквально первые сутки-двое, да вот, большое количество комментариев это обязательно должно быть и комментарии причем старайтесь и сами отвечать, да, и чтобы их было действительно очень много, вот количество лайков на попадание в тренды не влияет но оно влияет именно на время нахождения на этой, в этих позициях, да, вот на главной странице то есть чем больше лайков, тем дольше ваше видео провисит на этой, на главной странице и будет доступно зрителям вот, ну опять же повторю, что таким образом вот раскрутив видео, да то есть найдя определенную тематику причем хочу рассказать вот по поводу ключевых слов, да вы, наверное, обратили внимание если зайдете вот в трендовые видео, да, посмотрите вы удивитесь, какие там названия бывают ну порой просто вообще вот, ну просто смешные, да и кажется, какие там ключевые слова, да вот, и какая оптимизация, да в тренды можно попасть действительно и без ключевых и без оптимизации опять же повторюсь, что если вы хотите, чтобы видео работало не 3 дня, да а работало и далее, и как на ютубе оптимизированное видео и приводит трафик, да приносит трафик 24 часа в сутки, 7 дней в неделю то есть без остановок и месяц и годы, да годы, вот то видео необходимо оптимизировать вот, ну что, вот, значит, один способ это у нас попадание в тренды и другой способ продвижения видео это, конечно же, SEO SEO-оптимизация вот начнем с того, что здесь есть такие несколько моментов вот мы начнем с того, что сам текст то есть само сам текст, то есть то, что вы проговариваете, да вот если мы говорим о каналах экспертов, да он тоже должен продумываться заранее, да вот вы стараетесь начинать свое видео не с представления себя, не с приветствия, да начинайте видео именно с ключевого запроса там чему посвящено это видео то есть у вас первое предложение и первая фраза должна быть именно ключевой фразы далее описание текста, которое вы оставляете описание видео, да, под видео оно тоже должно быть оптимизировано и тоже там обязательно должны быть ключевые слова причем эти ключевые слова, которые вы подбираете, да в соответствии с тематикой вашей тематикой и в соответствии с тем, что интересно вашей аудитории да, мы с вами уже разбирали этот вопрос по поводу ключевых слов и описание тоже, да, и название вот так что вот ключевые слова, да, основной момент по которому ваше видео будет выходить, находить топовые позиции по поисковому запросу да, ну и в дальнейшем потом, конечно, будет попадать и похожее видео значит, начинается все это с названия файла ключевого тоже помните, да да, то есть название самого файла которого вы загружаете на youtube тоже должно иметь ключевое название поэтому заранее продумывайте, да, вот тематику ролика значит, итак у вас файл, да вы проговариваете текстом ключевую фразу, самой первую для поисковых систем далее название вашего видео, описание видео ключевые слова, не старайтесь в описании видео писать через запятую либо набор каких-то хэштегов вот очень тоже часто я просматриваю видео то есть я понимаю, что авторам хочется сделать как можно лучше и они где-то услышали, что нужно там хэштеги добавлять, да, в описании к видео вот добавляют там через запятую большое количество вы знаете, в ютубе тоже есть определенные правила, да то есть если теги к видео мы можем добавить порядка 500 символов и вы стараетесь их использовать также все и среднечастотные, и высокочастотные, и брендовые свои для того, чтобы видео могло по нескольким ключевикам попадать в топовые позиции да, по нескольким ключевикам, чтобы ваше видео могли находить ваша аудитория да, вот и да, теги далее, значит, что у нас ключевые слова, я вам сказала, да, по тегам высокочастотные, да, низкочастотные и брендовые до 500 символов используйте обязательно далее, что у нас здесь сейчас я посмотрю, чтобы мне не сбиваться с мыслей и вам полностью выдать информацию так, значит да, используем хэштеги и теги без фанатизма давайте ссылки под видео значит, ссылки под видео свои все на эту ссылку ссылку самого видео, да, в описании к видео это нужно для того, чтобы если, например, человек посмотрел ваше видео на каком-то сайте на другом ресурсе, чтобы он мог вас легко найти значит, далее ключевые слова чем больше, тем лучше потому что по какому-то из них оно попадет так, теперь, значит, если так, в комментариях вот еще по поводу комментариев да, ключевые слова обязательно используйте в комментариях во-первых, вы сами оставляете себе первый комментарий, да то есть скопируя буквально название вашего видео вот, и просите своих друзей тоже оставлять комментарии тоже используя ключевые слова это лучше будет ранжироваться ваше видео, да оно будет лучше тоже попадать и играть ну, среди конкурентов лучше будет занимать более высокие позиции продвигаться будет лучше так, дальше что у нас следующий момент по поводу того, что молодые каналы вот раскручиваются долго вот мы говорим когда о продвижении да, вот покуда еще канал не наработал свою репутацию да, вот особенно важно делать эту SEO-оптимизацию и не бойтесь того что это долговременное такая, долгосрочное скажем так продвижение, да но постепенно из изо дня в день из недели в неделю из месяца в месяц ваше видео они будут вот как снежный ком набирать и просмотры и подписчиков поэтому никогда не отчаивайтесь не сливайтесь с Ютуб не говорите что блин не работает да или там не получается я там Ютуб это не моя платформа вы знаете все работает я просто на своем опыте на своей практике могу сказать что оптимизация работает великолепно видео по запросам попадает и в топовые позиции да и каналы развиваются и растут и подписчиков набирают и просмотры видео набирают здесь тоже еще нужно учитывать момент что продвижение есть еще через похожие видео это еще одна история будет тоже она будет достойна особого эфира потому что попадание в похожие там тоже несколько разнится да топовые позиции по поисковым запросам вот сами понимаете что если например какой-то ключевик поисковой запрос он имеет определенное количество определенное количество запросов то есть оно конкретно измеримое скажем так то попадание вашего видео похоже рекомендуемое ютубом видео да вот оно имеет ну просто бесконечное пространство потому что рекомендуемое ютубом это уже вся платформа ютуба кто когда-то интересовался там набирал эту тему то есть это гораздо больший трафик и более интересные такие результаты скажем так вот так далее далее вот еще что очень хочу сказать вот то что не делают но буквально 98% авторов каналов добавляйте субтитры я знаю что это в принципе отнимает достаточно времени и хочу вам сказать что вот например на западе субтитрам уделяют огромное большое внимание и причем прописывают эти субтитры очень тщательно используют там очень литературно да там со всеми знаками припинания то есть для того чтобы можно было сделать переводы на другие языки особенно если у вас образовательный канал если у вас видео какое-то с ценностями с полезностями да не поленитесь создайте эти субтитры не делайте в автоматическом режиме потому что те субтитры которые публикуются автоматически они ну просто порой не не то что непереводимо на другой язык они просто ну скажем так не литературно обработано да то есть там выхвачены порой какие-то фразы поэтому зайдите и вручную проставьте запятые все точечки заглавные буквы то есть сделайте сделайте такую редакцию субтитров вот но по поводу субтитров я наверное сделаю тоже отдельный эфир потому что там есть несколько вариантов добавления субтитров да чтобы наиболее такой эффективный способ найти для себя наиболее удобный вот но это тоже очень важно и таким образом в субтитрах встречаются также ключевые слова причем вы знаете вот я тоже сказала что западное на западе канала даже если в этом видео нет вообще никаких слов они все равно пишут ключевые слова они даже пишут что там крик чайки например да или там музыка добавлена какая-то играет музыка или что-то то есть они прописывают буквально все то есть это вот тоже относится к оптимизации и ваше видео будет более конкурентно способно скажем так да и будет лучше продвигаться вот обязательно это тоже учтите так дальше что влияет на продвижение еще ваших видео и вообще всего канала в целом хочу сказать потому что это настолько взаимосвязано если видео не продвигается согласитесь то канал тоже стоит я в прошлый раз по-моему делала эфир по поводу ссылочной массы вот сейчас я сегодня опять повторюсь да что ссылочная масса тоже очень-очень важна это количество ссылок то есть количество ресурсов на которые ваше видео размещено то есть это ютуб это считывает он считает да на каких платформах да и какое количество вот и конечно даже качество этих ссылок оно тоже учитывается ну посмотрите пожалуйста эфир если там очень подробно я говорила об об этой ссылочной массе по-моему это был последний один из последних эфиров так далее что еще очень важно в продвижении видео то есть мы сейчас говорим о долгосрочной да о долгосрочной перспективе мне чем это нравится потому что это действительно не то что видео попадает там в топовые позиции оно действительно работает потом очень-очень долго оно приводит вам и клиентов и трафика ведет да причем постоянный трафик и когда смотришь там полгода назад выложенное какое-то видео я смотрю на него приходят комментарии и вопросы да Галина там подскажите помогите я смотрю это видео мое старое да но оно находится в топе там в десятки топовых позиций на поисковой строке да и конечно на него заходят да и просматриваются вот поэтому если вот тоже ваше видео несет пользу да если оно попадает благодаря оптимизации все вот то что мы с вами время от времени да вот проходим изучаем все эти фишки продвижения да вот попадает топовые позиции то конечно же оно будет работать на вас очень длительное время и приводить клиентов следующий момент я бы хотела сказать опять же тоже оно касается и продвижения ваших видео это перелинковка перелинковки мы тоже с вами говорили был отдельный эфир очень подробно рассказала когда мы с вами делаем ссылки внутри нашего видео да в конечных заставках и подсказках делаем ссылки на другие видео на своем канале то есть это позволяет вашим пользователям вашим зрителям найти просматривать вернее другие видео на канале то есть не только то которое они конкретно сейчас смотрят а позволяет просматривать видео вообще на всем канале и мне очень нравится когда я в аналитике смотрю делаю аналитику канала и смотрю там есть раздел в аналитике в реальном режиме времени мы можем посмотреть как идут просмотры на всем канале очень интересно когда я вижу что просмотры идут по всему каналу вот то есть не одно какое-то видео выложено из последних да а работают множество видео это очень интересно потом перелинковку тоже обязательно используйте далее очень большое значение имеет для продвижения видео конечно же персонализированные значки обращайте внимание обязательно на этот факт потому что при при попадании например в рекомендуемое да даже в поисковой строке согласитесь со мной что зритель просматривающий ряд рекомендуемых видео да ютубом он выбирает наиболее кликабельный значок да вот и потом уже кликает на видео и смотрит само видео вот то есть работайте над значком обязательно и опять же вот в новой версии аналитики бета-версии новой бета-версии творческой студии вернее да есть такой показатель CTR значка вашего он как раз вот показывает кликабельность вашего значка если он низкий там один процент бывает даже ниже срочно просто задумайтесь над оформлением ваших видео то делайте так чтобы это хотя бы ну было 4 процента лучше 5 конечно а вообще конечно даже если 5 процентов имеет кликабельность да вот этот CTR значка вот и то его улучшают и выше да и до 8 процентов конечно это тоже внимание это труд это задача которую предстоит решить автору канала потому что очень большое значение ну сами понимаете есть там показов вашего видео идет например тысячи да а просмотров из тысячи всего один да ну как-то грустно да могло бы быть и больше согласитесь со мной вот далее значит также на продвижение видео влияет и оформление вообще вашего канала это шапка вашего канала это наличие трейлера да потому что просмотрев ваше видео какое-то одно пользователь заходит на ваш канал и уже знакомится далее с вами и с вами как с автором да поэтому должно быть тщательно прописано и описание вашего канала да и приветственное видео должно быть стоять в положенном месте да и шапка канала должна быть продающей вот то есть многие моменты которые необходимы для оформления канала вашего канала обязательно давайте ссылки на соцсети на свои в шапке канала и конечно в описании канала вот очень большое значение на продвижение видео также является и оформление главной страницы вашего канала это оформление плейлистов это тоже очень такой важный фактор структуризация вашего контента всего всех ваших видео по разделам на главной странице канала то есть то есть когда ваша библиотека видео да скажем так разложено по полочкам когда можно понять по какой теме да в какой рубрике находится определенное видео да то есть во-первых вашему зрителю легче найти будет нужный контент да и во-вторых вам самому будет тоже легко распределить каждое свое новое видео в определенную тему в определенную рубрику вот так что у нас еще влияет на продвижение видео видите сколько моментов в принципе да когда ко мне приходят на консультацию и спрашивают да вот интересует вопрос продвижения видео или интересует вопрос раскрутки канала понимаете что однозначно тут ответить и быстро ну просто невозможно здесь огромное количество факторов которые вкупе работают и поэтому когда стоит там вопрос сделать сегодня описание или не делать или там продвигать сегодня ссылочную массу делать видео там распространять его по интернету по всему это видео или сделать там через неделю или когда будет свободное время друзья мои здесь все очень работает и работает и старайтесь делать это сразу первые 24 часа ну максимум 48 часов потому что потом его это видео уже надо будет просто реанимировать а реанимировать вы знаете гораздо сложнее вот проще это делать сразу так ну вот в принципе да ну и конечно по подбору подписчиков тоже это сбор подписчиков тоже относится к продвижению видео потому что согласитесь со мной чем больше подписчиков тем легче продвигать видео почему потому что о выходе каждого вашего нового видео узнают ваши подписчики благодаря уведомлениям которые они получают что на канале там Галина Кулеш вышло новое видео да и если у вас например там десятки тысяч подписчиков или сотни а если миллион подписчиков да то согласитесь со мной что сколько просмотров моментально получите вы на свое видео поэтому конечно набор подписчиков это очень важно сделайте обязательно подписную страничку давайте ссылки на ваш на свой канал буквально везде где вы бываете при знакомствах новых да при ну при любых там посадах обязательно упоминайте о том что у вас есть канал на ютубе что у вас вышло новое видео то есть оповещайте везде и всюду о своем детище которое вы хотите раскрутить вот которое хотите продвинуть и благодаря которому вы хотите и масштабироваться и получить популярность да вот и продвинуть свой проект то есть для того чтобы узнала о нем как можно больше количества людей ну что говорить задач стоит у предпринимателей много да вот поэтому очень я люблю решать эти задачи вот буду благодарна за ваши вопросы напишите пожалуйста вот в комментариях под этим эфиром не знаю сколько он длился у нас сегодня благодарю вас за сердечки искренне сердечки видела вот спасибо большое и следующий эфир тоже смотрите анонсы в клубе дорога к миллиону рубрика эксперты клуба и следующий раз будут очередные фишки либо по продвижению либо еще какая-то интересная тема по ютубу и очень прошу вас тоже опять же сообщать мне в комментариях какие темы интересны вам потому что задач у авторов канала стоит очень много и для меня это тоже будет стимулом дать какую-то тему в первую очередь все друзья мои всем пока и до следующих встреч в пятницу в 11 часов всех жду на прямом эфире все всем пока и до следующих встреч в следующих встреч